Впервые в истории регионального филиала Киден Транссервисы станции Павлодар-Южный в китайский город Ланьчжо отправлен контейнерный поезд. Уникальность проекта состоит в значительном сокращении логистических затрат, расширении географии маршрутов и оперативности доставки товара за рубеж. В Павлодарском регионе филиал Киден Транссервис работает с 1997 года. По всем филиалам компании налажена работа по принципу одного окна. Предоставление фитинговой платформы, погрузка на терминалах, экспедиция и предоставление железнодорожных кодов. Запуск полного контейнерного поезда производится с платформы Приоритышья впервые. И это большое достижение, уверены в компании. В 2020 году нас передали полностью как стопроцентное дочернее предприятие АО «Казахстан Тимиржулы». То есть с тех пор, как мы стали находиться в системе, у нас появились дополнительные мощности в виде «Казахстан Тимиржулы», которые позволяют нам сейчас составлять такие большие контейнерные поезда и отправлять. Состав, отправленный в Китай, насчитывает 54 контейнера. Общая протяженность составляет порядка 765 метров. Грузоподъемность – 173 тысячи килограммов. Состав загружен семенами подсолнечника, произведенными местными поводарскими аграриями. Несмотря на существующие ковидные ограничения со стороны КНР, перевозка груза в контейнерах является удобным и экономически выгодным для казахстанских экспортеров. Вместе с тем контейнерные поезда способствуют увеличению доли контейнеризации грузовых перевозок. «Это уникальное событие для нас. До этого, конечно, контейнеры отправлялись, но организованным поездом это отправляется впервые. И, надеемся, будет на постоянной основе. Это зависит только от желания отправителей наших и нахождения клиентов таких объемов. Если находить будут такие объемы, тогда, соответственно, мы всегда готовы формировать и отправлять контейнерные поезда». Павлодарский филиал планирует организацию контейнерных поездов по данному направлению на ежемесячной основе. Причем технической мощности их достаточно для организации отправлений и в более дальние точки следования. Прогнозируется, что время пути на маршруте в одну сторону составит 7 суток. Александр Логвин, Алексей Мехедов, Ирты Сакпарад.